ну что, ребята, я приехал сегодня на трек и протестировал уже эту малышку, прежде чем начать этот выпуск, я сразу вам поясню вообще машина, вот когда ты первый раз садишься за руль, ее просто надо понимать и я сразу с первых от кругов, я просто не понял, ну да, прикольно переключается, прикольно тормоза есть потом мы остановились, поговорили с владельцем, я все же там взвесил все там плюсы и минусы понял, что есть какой-то нюанс касаемого вождения, проанализировал быстренько все свои ошибки сел, проехал, начал понимать, что у нее уже есть какой-то прикол, у нее есть уже своя харизма и этим автомобилем им, да, надо уметь просто управлять и все к нему надо просто привыкнуть и я по многим там вещам был где-то неправ, где-то там забираю свои слова обратно почему? потому что к этому автомобилю вообще я могла подготовиться вообще очень по-другому касаемо его, он был просто устроить целый такой день ознакомительный на треке и после этого только снять такой годный хороший обзор, к сожалению, этого времени у меня нет потому что мне столько средств, чтобы столько арендовать этот автодром и, соответственно, приходится таких сжатых условиях, ну и плюс понятно, кто там тебе даст машину там полностью типа она там целый день поля резину, там не знаю, убивает тормоза и так далее, это все понятно но в любом случае машина мега харизматичная, она очень со своей такой интересной рулежкой вот прям с очень своей таким тугим рулем, который тебе что-то добавляет опять же, ну ее надо ловить, ее надо понимать, понимать всю всю харизму тачка, но на самом деле очень кайфовая и многие, что я там говорил, ей в принципе на вот этом этапе и не нужно касаемо там блокировок и всего, ну в общем, сейчас вы посмотрите и я надеюсь вам передам то, что я хотел там, не знаю то, что я ощутил эти эмоции и тому подобного, поехали! так, всем привет, мы сели в BMW, я взял снова владельца себе в помощь, он будет снова держать камеру потому что у меня нету до сих пор нормальной присоски так, что у нас на повестке дня, это первое, как переключается этот автомат все, ребята, извиняюсь, на секунду остановился, в общем, что нас интересует как переключается здесь автомат, почему? потому что вот мы тут сняли первый обзор и мне тут ребята пишут в комментариях, типа, так и так, автомат здесь даже плюс, нежели минус почему? потому что M5 F90 стоит такой же ZF, ну я как бы такой сразу не поверил, думаю, да не, ну вряд ли все же там было M5, но я перепутался F10, там была DKT и да, реально M5 F90 это тоже коробка ZF и немцы, я смотрю, начинают на эту сторону переходить, в сторону именно автоматов слушайте ну пока вопросов у меня ни к чему, в принципе, нету все же непривычно, чуть-чуть выставляют, ну что могу сказать, касаемо автомата, пока реально вопросов нету, немцы были такое ощущение, что правы, что они возьмут сейчас с этим автоматом, просто растопчут всякие там DSG, DKT и тому подобное, ух ты, чуть-чуть морду поплужило ну, есть у меня такое еще непривычность, а не знаю, может я еще не привык, касаемо вот именно рулежки спереди, все же не чуть-чуть, у меня такой получается прям атомный достаток поворачиваемости вот, прямо ее аж сносит, я не знаю, может у вас вполне возможно, что уже это ездил владелец, чуть поднагрелась резина и, соответственно, из-за этого у меня есть, как бы, вопросы, по тому, что она нагрелась, у нас поднялось давление и, соответственно, теперь такое положение, мы это потом остановимся, посмотрим но, первое, что, самое главное, что я хотел проверить, блин, чуть не смотрелся, не уехали это касаемо переключения самого автомата, и именно касаемо автомата, да, у меня нет вообще вопросов поэтому я, наверное, все же буду вынужден забрать свои слова, потому что пока он мне нравится, он работает все его переключения реально плавные, я бы даже, ну, ну, сложненько мне может, и то, что задний привод, я уже привык, как коробочки переднеприводные водить дальше, что касается тормозов, тормоза реально приятные это все на то, что он говорил, что достаточно маленький диск, там всякие комплекты performance здесь у нас 340-овые, и, в принципе, владелец гасил только что, пока я беглый его снимал, почему он, в принципе, вспотел наверное, кругов 6 вообще подряд не вынимая, и вот я после этого, сколько он тут чуть-чуть вылез, чуть-чуть у меня постояло, подостыло, я вот в нее сел, и тормоза нет никакой там ни ватности, ничего, все реально приятно ну, только чуть-чуть вот по носу у меня есть вопросы, но, опять же, я уже вам сказал, что именно вопрос касаемо того, что владелец поездил, и, возможно, что все же колеса сейчас перекачаны переднее, как в такси, немцы всегда перекачивают передние колеса ну, а тут касаемо остального, все, что я хотел, конечно, не получается ее прям очень хорошо, может быть, из-за того, что она там нагрилась, не нагрилась может быть, из-за того, что мне жалко ее, страшно ее, все же машина в кайфовом состоянии вот, и я еду так достаточно маленьком, мне, конечно, нравится управление все по кайфу, но я не могу вам быть с вами, скажем так, объективен, честным, касаемо управления потому что я не могу полностью выложиться и максимально все протестировать, посмотреть но касаемо всего остального, то, что сказал тормоза, кайф, коробка просто, пушка ну, и в любом случае, да, я вам там жаловался на там всякие там блокировки но в таком вот овощ-стайл вообще это никак не ощущается вот, и доставляет только удовольствие в любом случае, конечно, мало я смогу вам дать объективности по поводу ее рулежки в таком вот среднем диапазоне все же кайфово так, ребята, я вернулся, где у нас? S1, M2 я вернулся, мы говорили с владельцем, я все же больше переднеприводный пацан, а не заднеприводный но мне стало все же интересно, касаемо ее касаемо ее рулежки это я такой топор или все же или все же нет? но я вам скажу, что все же она мне начинает не знаю, может быть я ее как-то чуть-чуть попробую сейчас про понять что ли, я не знаю, но она мне начинает нравиться касаемо всего даже что нет блокировки, ее так выставляют достаточно приятно ее приятно ловить и при этом она, как и все эти BMW достаточно предсказуемая вот, да, ты собралась, едем оооу приятно, конечно дотормозимся плохо вкатился, согласен, мой косяк M3, блин слушайте, ну я вам скажу, ел с ней что-то я про топор, в ней есть водитель но касаемо управления, все же есть не какая-то присущая BMW кайфовость управления вторая там какая, не вижу второй минус, опять же здесь нет этого большого табло, чтобы я понимал какие передачи и мне, например, достаточно с ней сложно управлять чуть позже въедем и плохо, конечно в общем, ребята, забираю все свои 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 обратно что там это точно M, там поставим блокировки да, возможно, была здесь крутая но такой начальный уровень для вождения это прям супер круто на ней порулить он ее выставляет ее ловишь это при том, что короче я топор мне такие машины нельзя возить и наверно еду сейчас на ней там минуту 10, минуту 15 но при этом я вам скажу, что фан все же есть не какая-то фановость вот в рулежке ну короче делаем вывод вывод номер один коробка очень четко переключается вообще пушка у меня нет вообще вопросов касаемо такой стратегии той же даже QV там с той же даже всем моим этим типа псевдороботом вообще вопросов нет никаких переключается четко все пониженные повышенные вообще вопросов никаких супер да, немцы были правы они возможно этой коробкой чуть подвинут других производителей касаемо блокировки опять же да, чуть он там выносит типа колесо может быть но все же для такого начального уровня типа там ну вообще очень круто опять же понять всю эту харизму автомобиля заднеприводного там словить там по вороте как-то подловить там еще что-нибудь нет вопросов касаемо тормозов тоже вопросов нету опять же то есть мы уже проехали в общем сложность со мной топором там круга 4 плюс Валерейс проехал кругов 6 и все работает мега круто тормоза работают коробка работает ничё там не выходит из строя да там чуть-чуть но, есть вопрос именно касаемо моего пилотирования а не касаемо этого автомобиля посадка очень крутая сродни опять же повторюсь таким вот мелким там машинкам мне там все запало в голове тт просто не знаю отдыха эту запала как в ней сидишь и здесь Such anA County здесь достаточно и tree corner сидишь и боковинки крепко держатся к под cannons I mean it didn't go to get a number of ощущение такой какой то не знаю монокок infused что то есть ну ты находишься в таком небольшом пространстве technr 실�度 проставляет удовольствие в общем касаемо и всего у меня обещал вопрос у меня ты вообще кайфовая машина возможно просто даже если чтобы такой больше выходить на такой уровень знаешь мне будет вопрос не касается всех эти блокировок но именно от такой то есть фановости просто выехать там разочек в год на трек-день, ну там погасить по городу на кавклова она прям очень крутая. В общем, тачка мне понравилась, так что теперь отправляем владельца дальше кататься, я буду бегать снимать эти перебивки, чтобы показать вам. Все, всем спасибо, до следующей недели, пока! Кстати, парни, сидел монтировал ролик и вспомнил о том, что я не закончил свой выпуск и не договорил о том, чего же этому автомобилю не хватает. Да, я был не прав, все же это более выгодная покупка, чем та же там даже М2, наверное, и 1М. Почему? Потому что, во-первых, она чуть поновее, но именно касаемо 1М, а не М2, но и в то же время в ней все же более выгодно можно использовать все, что в ней есть. И почему это так? Ну, во-первых, потому что, давайте посмотрим, сколько стоит М2. Самый дешевый вариант 3 миллиона 260 тысяч, ну, понимаете, там порядка 40 тысяч долларов, 44-45. И вкратце пробежимся, что у нее там в ней есть, чтобы вы понимали, о чем вообще будет идти речь. Мы сразу переходим на тормоза и видим, что тормоза там стоят такие же. Единственное, что нюанс, о котором я уже рассказывал, то, что здесь стоят диски на штифтах. Это такое легкое отдаление от составных дисков, ну, для перегревов. Но, опять же, это все можно легко там переставить. Что интересно, чего тут нету? Там у нас нету блокировки, эта тачка стоит порядка 20 тысяч и то, что мы там говорили, где-то другие вкладыши, другие поддоны. Ну, давайте посмотрим, по чем будет стоить блокировка от М2 и о чем будет стоить поддон от той же М2. То, что оно вообще решит многих-многих проблем. Ну, еще останется только насос масляный. Ну, переходим сразу, посмотрим на блокировки. Вот они блокировки. 43 тысячи, 45 тысяч, 35 тысяч. Почему у меня есть уверенность, что это блокировка от М2? Ну, потому что мы видим, что здесь у нас везде стоят насосы, которые, опять же, масляный насос, электронный привод. Они масло накачивают и диски фрикционно там сдавливают. В принципе, уже такой достаточно бюджетный вариант. Единственное, что надо посмотреть, там передачные разные числа. Ну и, в принципе, все готово на инсталл. Ладно, поддон. Поддон для чего? Потому что у нас там не было противодливной пластины. Ну, все мы знаем, что N55, который B30 с маркировкой 0 и с маркировкой Т, который более спортивный, он отличался только поддонами. В принципе, все идентично. Ну, и вот посмотрим, почему у нас есть поддоны на этот автомобиль. И смотрим, он стоит 35 тысяч. Вот он, противодливной пластины. Все как положено. По мне, очень хорошая сделка за эту вот небольшую вещь. Ну и все. Останется только, если надо, будет масляный насос. Потому что все, что мы помним, отличие. Это в этом был один масляный насос. Там еще был дополнительная такая длинная секция, которая спереди поддона масло выкачивало просто назад в основную эту чашу. Вот вам, в общем-то, и все. Мы получаем достаточно годный, хороший спортивный автомобиль. Там в бюджет, там плюс две тысячи долларов. Так что, да, я был не прав. В этот автомобиль проще, там, превратить в нормальный track tool, чем покупать уже даже М2. А мы знаем, что М2 это была на том же моторе N55. Только с этой маркировкой тег, там свои вкладыши, вот этот вот поддон, масло, там, редуктор. Ну и в принципе, тормоза мы видим, что те же. Нам надо было, чтобы получить S55, купить М2 Competition. А на М2 Competition она уже не будет стоить 40 тысяч. Так что, парни, все же, M135 это крутое вложение. Так что, если кто-то захочет на трек дней брать машинку, я считаю, очень круто. Ну, по-третьски поработать, да и, в принципе, и все. Так что, такие дела. Всем пока. Bye.